привет нашим любимым дорогим зрителям сегодня у нас рецепт пирожков в духовке пирожки будут с картофелем и грибами и капусточкой что мы делаем просеиваем муку 400 грамм добавляем 7 грамм дрожжей 7 это у нас дальше 1 чайная ложка соли и потом одну столовую ложку сахара берем венчик вот эту всю смесь вот так потихоньку размешиваем что дрожжи с мукой перемешать вот это все все вместе кружочек оставить да сейчас мы перемешаем сейчас я вам покажу что это все хорошенько также нужно нагреть 150 миллилитров теплого молока и 150 миллилитров тоже теплой воды сейчас теперь покажем делать такую вот емкость где мы будем наливать наше тепленькое молоко 150 литров следом за молоком идет 150 миллилитров повторюсь теплой воды и одно яйцо и теперь все это перемешиваем ложкой ложкой анастасия вам не мешают что я тут стою не спасибо за съемку анастасия хотела сказать не наоборот вот наша помощь желток сохраняется сюда не хочется что здесь домашние яйца на видишь на ферму ездите каждые выходные вам каждого слежу даже за процессом как яйца появляются и сразу же покупали моментально потому что их разбирали срочно там очень прям на улице поэтому я не дожидаюсь даже пока их помоют и от перьев и прочего все перемешали девочки вот уже тесто по чуть-чуть ложечкой перемешиваем если есть конечно лопатка деревянная и конечно удобнее я удобнее срасти свое удаление дальше мы рецепты снимаем представляете забыли три столовых ложки подсолнечного масла не совершайте нашу ошибку я буду когда монтировать там допишу что еще три столовых ложки подсолнечного масла но ничего страшного перемешаем я думаю это не повлияет на тесто не повлияет на тесто это хорошо что я вспомнила уже начинает реакцию давать добавляем 150 грамм тоже просеянной муки и теперь настя все это будет замешивать сначала ложкой а потом руками да по-моему надо сразу руками ничего аккуратнее будет сначала ложка это все постепенно перемешать а потом уже будем 7 минут 7 минут надо замешивать все начинает с тестом маслом не надо руки смазать потом можно в общем все же минут тесто нам замешивать нужно я хорошо с тестом не дружу поэтому не судим строго надеемся что все отлично получится потому что у тебя может неудобно из-за емкости такой неудобно было побольше ой аня выключи пожалуйста картошку вот когда уже тесто перемешали о нем она не липнет к рукам мы берем масло и делаем вот такой кружочек кружочек да все увидите она вот все не прилипает такой кружочек вот так руками и ставим вот в тарелочку такую можно добавить жалко тесто поменяли тарелки потому что будет тесто подниматься поэтому так теперь берем пищевую пленочку и аккуратненько это все замутываем и отправляем в теплое место на один час на один час и занимаемся начинкой в общем готовим начиночку жарим лучок до золотистого цвета главное не переборщить потом картошечка уже отварилась капусточка нарезала грибочки готовы добавляем грибочки и все это обжариваем вместе с луком добавляем немножечко соли перемешиваем из картошечки делаем пирожку для вкуса добавляем кусочек сливочного масла грибочки по-прежнему обжариваются к нашему картофелю добавляем грибы сейчас это будем перчить и немножечко солить перчик и соль чуть-чуть уже было только что видите не успела снять что-то перемешиваем тут тесто настя уже сделала такие шарики по 70 грамм и переделаем да может больше надо начинке сейчас 1 1 я не знаю потому что я с пирожками в духовке никогда не делала этого для меня это что-то новое сейчас будем делать так ладно хорошенько вот это все даже можно и вот теперь вот так смотрите сами какие вы хотите но она в духовке еще 10 минут постоит мы сейчас поставим еще накроем пленкой чтобы они постояли форм форму обрели свою какую нужно поднялись чуть-чуть по 700 грамм да такой вот да 70 грамм шарик ну как обычно капусту как с ним как делала она просто протушила что на маленьком огне тушить тушить пирожочки готовы самый большой получился мы уже покушали штучек я две штучки съела аня мне вот это с половинки теста одно это с картошкой у нас получилось получились вот такие пирожечки мягенькие духмянкие духмянные видите как макулка дуже-дуже смачные мягенькие ярнынкие вкусненькие пробуйте робить начинки главное не ставьте я бы начинки так наклала что капец очень много наложила начинки видите поменьше ставьте а так целым пирожочки очень-очень вкусные в духовке получаются мягенький вот смотрите этим смазывать вкусно получилось все теперь ждем с капустой ребята досталось в духовке это пирожки которые у меня остались с картошкой и грибами вот вот эти вкусняшечка а это пирожки вот с капустой такие большие мне нагадают они как будто знаете раньше продавали пирожки внутри должна быть вишня вишня или яблоко очень похоже так что следующий раз буду готовить с яблоками и будет вишня если найду то буду готовить стричь какие вообще шикарные даже это не пирожки больше булочки вообще вкуснотища это капуста да да картошка грибы грибы так что вот видите на 500 грамм муки сколько пирожков получилось воздушные большие мягенькие вкусные самое главное начинка классное получилось так что как-то так готовьте по моему рецепту кому интересно вот будешь продолжить продолжить снимать видео китары и рецепты находить интересный конечно же вам буду показывать отзывы от меня это просто невероятно это очень вкусные пирожки на 100 умничка в очередной раз показывает свои кулинарные способности ей надо на мастер-шеф от вернется домой и будет мастер-шеф идти смотрите вообще вот как у нас в украине в этих пекарнях или в кулинарии точно такие пирожки только тут никто не пожалел в дочинке поэтому правда вкусно завтра марине дадим пирожки попробовать марина думает капец что медовик то с магом вечно что-то когда они уже наедятся наедятся как нажрутся эта группа грубо он короче выполнен это конечно все идет в вес баночка ну я я буду худеть скоро буду начинать ну как тут конечно можно похудеть объяснить мне не воскресенье мне допустим было скучно я увидела что у меня все наши поездка отменилась мы едем завтра но я себя возьму в руки буду худеть конечно глупо перекладывать ответственность на настю говорит вот настя готовит то все как я могу сдержаться нет будем худеть будешь худеть тоже конечно будем но пока вот так ну правда вкусно и рецепты хорошие тесто так что берите на заметку